Как бы там ни было вопросов, в связи с делом Насирова достаточно много, причем, как говорят эксперты, ко всем участникам этого процесса. К детективам НАБУ, которые вручали подозрения после 10 вечера, что противоречит процессуальным нормам. К адвокатам, которые открыто признали, что инфаркта у их подопечного не было. К медикам, которые спустя сутки после истечения срока задержания вынесли свой вердикт. Да и к участникам акции, которые заблокировали Насирова на сутки в зале суда. Давайте послушаем, что говорят политологи. Дело Насирова, оно обернется для страны колоссальными репутационными рисками. Я не говорю о том, что факт давления на суд, который неприемлем для европейской судебной практики, увидели и в том числе и дипломаты, и европейские политики. И даже если взять юридические перспективы этого дела, скорее всего, потому как к нему подошло Национальное интеррупционное бюро, то, скорее всего, это дело развалится в европейском суде по правам человека. Сьогодні Державная фискальная служба за своей вагой, ресурсностью, это, мабуть, там входить в топ-3 чи в топ-5 точно украинских министерств, контролирует податковые и митные надходления. Кто контролирует эту службу, имеет стратегические преимущества, напередодні возможных достроковых парламентских выборов. Эта справа Насирова таким соби темным покровом, покривалом, и оттеняет за увагу суспільство и очень важных вещей, которые происходят. Это блокады на Донбассе, справа Марушевской.